Девушки отдыхают Что перейдя рубеж 2000 года Мы не просто символически перешагнули В новое тысячелетие Мы поменяли характер и качество жизни В том числе Характер и качество профессиональной жизни Скорости нарастают Ежедневно устаревают одни технологии И рождаются другие Человеческая фантазия Не успевает предсказывать то, что произойдет в будущем Будущее наступает быстрее Скорости нарастают Теряют позиции Организации жесткой иерархии Им на смену Приходят организации сетевых структур Строящие свои миры Одновременно в сотнях разных точек мира Сужаются сферы Материальных производств Расширяют свое господство Сферы услуг, обработки и сервиса Скорости нарастают Вперед выходят самообучающиеся компании и корпорации Которые строят системы постоянной переподготовки и обучения своих сотрудников Ведь быстрее всего сегодня устаревают знания А если устаревают знания Значит устаревают компетенции, навыки и умения сотрудников Современный сотрудник О котором мечтает любая компания Это мобильный, быстро перестраивающийся Готовый к изменениям специалист Это человек Который способен постоянно пересматривать И перекраивать привычные нормы И правила своей работы Это человек Который не боится своего времени Который не боится меняться А еще Любая компания мечтает иметь целые команды Таких профессионалов Потому что время одиночек проходит И наступает время профессиональных команд Фаберлик выходит на новые рубежи деятельности Фаберлик делает ставку на своих людей Именно на людей Производство, да, конечно Маркетинг, да, конечно Но главным богатством компании всегда были и остаются люди Фаберлик начинает широкую программу обучения своих людей Мы становимся сообществом настоящих профессионалов Деятельность которых построена на современных системных знаниях и технологиях Мы становимся мобильной, самообучающейся организацией Которой всегда готовы к изменениям рынка К сюрпризам конкурентов и вызовам времени На протяжении истории многие профессии Одни постепенно, а другие довольно быстро и непредсказуемо становились ненужными Работа машинисток стала ненужной уже в начале 1980-х годов Когда появились первые персональные компьютеры В результате тысячи высокопрофессиональных машинисток Типографских наборщиков оказались невостребованными В исследовании динамики рынка развития труда В соответствии с меняющимися потребностями рынка Проведенной компанией Майкл Т. Робинсон Был предложен список профессий Которые будут востребованы в ближайшем будущем Технологическая революция и усовершенствование услуг Продолжает влиять на структуру спроса на мировом рынке труда В основном это отрасли, где влияние последних технических новшеств несущественно Безработица не грозит в первую очередь работникам, занятым в индустрии консультирования И уже поэтому консультант – профессия будущего, профессия нового века Уже сейчас на рынке труда разные сферы затрагивают именно консультационное обслуживание Консультант-психолог, налоговый консультант, консультант по электронной коммерции И, конечно же, консультант по косметической продукции В Фаберлик работают настоящие профессионалы 700 тысяч консультантов по косметической продукции Это, конечно же, впечатляет Так кто же такой консультант компании Фаберлик? Во-первых, консультанты нашей компании – мультипрофессионалы Настоящие специалисты в области косметологии и визажа, подбора и обучения кадров А также люди, владеющие коммуникативным навыком Наши сотрудники в первую очередь заботятся о качественном обслуживании клиента Это и предоставление консультации по применению товара И информирование о новинках, и тестирование продукта, а также услуги по доставке заказа Все это создает хорошую почву для долговременных отношений с покупателем Качественное обслуживание гораздо больше, чем просто телефонные звонки с предложением сделать перезаказ Такие небольшие мелочи, как индивидуальная реклама продукции только для клиента Или поздравления с днем рождения Позволяют установить прочные и дружеские отношения с людьми И мы отметим, что это один из наиболее важных аспектов Это ваш постоянный источник дохода Каждый из вас хоть однажды устраивался на работу И знает, что в нашей стране только кадровые агентства профессионально осуществляют подбор кадров У нас же, пройдя обучение, эту деятельность умело осуществляют консультанты Важно помнить, что создание сети консультантов Дает возможность организовать свою работу эффективно по распределению общих усилий и времени Третий важный навык, которым владеет консультант Конечно же, навык коммуникативный Это прежде всего умение слушать, ясно выражать свои мысли, молчать и правильно задавать вопросы Мы часто думаем, что коммуникативному навыку учат только политиков А тонкости человеческого общения знают в деталях политтехнологи В этом и есть наша ошибка Именно на коммуникации и построена вся человеческая жизнь Такой пример, как война Мы видим и знаем, что войны начинаются за столом переговоров А продолжаются в вооруженных столкновениях Так что сотни человеческих жизней зачастую как раз и зависят Именно от результатов переговорного процесса Другой пример – дети А точнее, их состояние и самоощущение По статистике, детское психологическое спокойствие Зависит от времени, проведенного в общении с родителями И это тоже коммуникация А миллионные сделки Что это, как не результат работы профессиональных коммуникативных технологов? Итак, консультант – это прежде всего человек, владеющий коммуникативным навыком Именно азы коммуникации изучают консультанты Фаберлик, приходя в нашу компанию Овладевая навыками консультанта, вы становитесь коммуникативным технологом Профессионалом в области умения работать с людьми Подведем итог Итак, консультант – это профессия Первое – качественное обслуживание клиента Второе – подбор и обучение кадров И третье – коммуникативный навык Субтитры создавал DimaTorzok